Встречаясь с избирателями, даже в самых дальних городах и посёлках, мы нередко получаем вопросы о состоянии российской науки и образования. Эта тема не оставляет равнодушными наших граждан, которые прекрасно понимают важность этого вопроса и при этом свой первый взгляд обращают на то, что происходит в столицах. И сегодня я хотел бы обсудить положение с научной работой и с научно-педагогическими кадрами в ведущих российских университетах в Московском и Санкт-Петербургском. Может быть, это будет определённый подарок к дню рождения Жарес Ивановича Алфёрова. Но одна из основных идей, которую я хотел бы донести до вас, носит общий характер. Нам угрожает опасное распространение так называемого единоначалия, а точнее произвола и волюнтаризма в организации жизни общества. Что касается науки и образования, то эти сферы, требующие особо внимательного и аккуратного отношения к государству, есть просто первые жертвы сложившегося метода управления и принятия решений. Казалось бы, тема волюнтаризма, о которой я хотел бы сегодня поговорить, достаточно ярко раскрыта в классической русской литературе XIX века. Достаточно вспомнить школьную программу и перечесть гениальный роман Салтыкова-Щедрина «История одного города». Но нет, это как будто не про нас, и выводы 150-летней давности приходится познавать заново. Непосредственной причиной для моего сегодняшнего выступления стал один законопроект, внесенный правительством Медведева и принятый в первом чтении в декабре прошлого года. Этот законопроект, детали которого мы уже обсуждали здесь, может быть кратко охарактеризован как самострел государства по государственной же системе аттестации научных кадров. Но анализ причин, по которым такое стало возможно, приводит к постановке гораздо более общих вопросов. Напомню, что в 2009 году, опять же по инициативе Медведева, тогда президента страны, был принят закон, по которому МГУ, Санкт-Петербургский университет получали особый статус и фактически независимость от Министерства образования и науки. Учитывая согласие депутатского корпуса в том, что чем дальше от этого Министерства, тем спокойнее, все фракции при рассмотрении законопроекта дружно проголосовали «за». При этом была отклонена поправка представителя фракции КПРФ Смолина о том, что ректор университета должен избираться коллективом, а не назначаться президентом страны. И вот сегодня выясняется, что в итоге преобразований самостоятельность получил не университет, а его руководитель, а коллектив профессоров и преподавателей фактически утратил влияние на внутреннюю жизнь университета. Если в новом уставе МГУ, как высший орган управления, еще указаны конференции научно-педагогических и других работников, и определенные права закреплены за ученым советом, то в Санкт-Петербурге все фиговые лески сброшены и прямо написано, что ректор определяет структуру университета и руководит образовательной, научной, хозяйственной, финансовой и иной деятельностью Санкт-Петербургского университета на принципах единоначалия. Такие полномочия и не снились ректорам советского периода. Найти подходящую кандидатуру кажется невозможным, но Дмитрий Анатольевич назначил своего бывшего преподавателя Сюрфа Кропачева. Процитированная формулировка из устава есть нечто уникальное для классического университета. Наше либеральное правительство, утверждая такой устав, полностью проигнорировало традиции академической свободы, которую, как зеницы ока, берегут все ведущие университеты мира. Найдите в интернете устав любого знаменитого университета, и вы в этом убедитесь. Я взял устав ведущего французского университета имени Пьера и Марии Кури в Париже, который не раз посещал как приглашенный профессор. Определяет политику университета и избирает ректора там административный совет из 28 человек, в котором большинство составляют профессора и ученые, и который, в свою очередь, избирается коллективом университета. Мировой опыт однозначно указывает, что широкие полномочия профессоров и преподавателей в решении ключевых вопросов развития университета, в том числе при оценке качества работы коллег, это необходимые условия для нормального развития учебного заведения. За шесть лишних лет, с момента принятия закона о специальном статусе МГУ и СППГУ, с моей точки зрения, блестяще подтвердилось правило. Система управления без обратной связи и адекватного контроля за результатами деградирует. Это касается и Московского, и особенно СППГУ. Условия, в которые поставлены преподаватели СППГУ, контракты, которые они вынуждены подписывать для того, чтобы не потерять работу, говорят о полном непонимании администрации вуза научного процесса и, с моей точки зрения, о профессиональной непригодности ректора Кропачева. Профессора вынуждены соглашаться над краткосрочной контрактой и при этом брать на себя обязательство опубликовать определенное количество статей в каждый год своей работы, следя одновременно за всякими индексами цитирования, импакт-факторами и прочими наукометрическими показателями. При этом пресловутый индекс Хирша, который должен иметь и подсчитать для себя каждый участник конкурса на профессорскую должность, в том числе и специалист по гуманитарным наукам, определяется ссылками на его работы, учтенными в американской базе данных Web of Science. Хозяин этой базы данных – частная американская корпорация Томпсон-Ройтер. И я вас уверяю, что среди историков и политологов все шансы получить наилучший индекс имеет, например, автор скандальной диссертации, защищенной недавно в одном из институтов Петербурга, представившей предателя генерала Власова борцом за свободу России. Все эти индексы и игры в цифирс к серьезной науке не имеют никакого отношения. Зато они очень нужны чиновникам, чтобы отрапортовать о своем вкладе в выполнение майского указа Путина, в которое не весь каким образом попало требование об увеличении к 2015 году доли публикаций, индексируемых в этой базе, российских публикаций, индексируемых в этой базе Web of Science до 2,44%. Откуда он взял эту цифру, я думаю, никто не знает. Вы знаете, чтобы привлечь ваше внимание, хочу специально обратиться к людям, имеющим опыт работы, оперативной работы в спецслужбах и в исполнительной власти. И у нас в зале, я вот от Арионовича вижу, таких людей немало. Так я о чем хочу сказать? И ученый, и оперативник часто имеют общее много в научной работе и работе чекиста. И ученый, и оперативник часто ищет неизвестно что и неизвестно где. Вот как бы вы оценили, если бы в служебный контракт контрразведчика было включено его обязательство изловить двух шпионов ежегодно? Вы бы сказали, что это маразм. И правильно бы сказали. Вот нечто подобное внедрено в Санкт-Петербургском университете. Эти правила затыкают за пояс даже пресловутую палочную систему, бытовавшую в МВД, которую по крайней мере на официальном уровне с позором отвергли. Там хотя бы речь шла не о планировании, а о подведении итогов. Кстати, та же аналогия поясняет и ущербность идеи о концентрации научных исследований по нескольким передовым, как у нас говорят, прорывным направлениям. Это примерно то же самое, что расформировать отделы полиции или ФСБ, отстающие по каким-то показателям. В науке очень часто невозможно предугадать, где случится открытие. Именно эту мысль пытался донести до Путина президент Ранфортов на последнем заседании Совета по науке при президенте, но оказался в одиночестве. Еще один вопрос. Что бы сказали офицеры ФСБ, если бы их руководители, отобрав по каким-то показателям лучших, увеличили им зарплату в четыре раза по сравнению с другими работниками, занимающими аналогичную должность? Но именно так поступило Министерство образования и науки, отобрав в экстренном режиме 18 профессоров по математике, чтобы обойти в очередной раз Российскую Академию наук, которая учредила почетное звание профессора Ран, не дающей, однако, никаких материальных преимуществ. Возвращаясь к университетам, хочу еще поведать о последней новости, которую вчера мне сообщили коллеги с ужасом, коллеги из Петербурга. Там на факультете прикладной математики сообщили, что принято решение недавно, что те, кто не имел гранта в 2013-2015 году, не могут переизбираться на новую должность. Это, понимаете, прямой, как говорится, вызов всему нашему законодательству, и надо, конечно, иметь и обращаться в суд. Но почему наши профессора и преподаватели терпят такое отношение чиновников, это, наверное, лучше поискать ответ у Салтыкова-Щедрина. В МГУ, к сожалению, происходят те же процессы, что и в Питерском университете, только в несколько замедленном темпе. Заставляют заведующих кафедрами брать на себя обязательства по числу статьи, опубликованных сотрудниками, и повышению так этих же самых импакт-факторов. Проректор МГУ Академии Хохлов заявил вообще удивительную вещь, что говорить в России о недостатках оценки труда ученых по индексу цитирования все равно, что говорить узникам от свенцима о вреде переедания. Короче говоря, стараясь сгладить последствия разрушительной реформы Российской Академии Наук, мы недостаточно внимания обращали на кризисные явления в высшем образовании. И здесь нам необходимо принять срочные законодательные меры. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин